Всем привет! Мы сегодня снова приехали в Эпицентр, но только для того, чтобы посмотреть в зеркало. Дело в том, что мы с мамой здесь были, и я не увидела ни одного напольного зеркала так на выставке. Где-то на складе, наверное, потому что мы на сайте посмотрели, там есть зеркало, которое нам нравится. Пишешь, что ли? А там, кто знает. Я сегодня была на первом занятии по Хилл, тоже очень понравилось. Мы доучили хореографию с мастер-класса, шикарный, конечно. У меня еще не успели пройти мои каблуки, поэтому я без них танцевала, но даже без них это непросто. Просто знаю, как с ними сложно. Оказывается, все напольные зеркала можно найти здесь внизу, где сантехника, где мебель для ванны, но эти очень маленькие, совершенно не те. Нам надо 1,60 м минимум, это очень малюшка, да. И они плюс некоторые очень плохого качества. Мы как-то не мешали вроде. Вот это за 768 вообще ужасно, такое ощущение, что это не зеркало там, а какой-то странный материал внутри. Наверное, очень искажает. Наши, которые мы посмотрели, больше 2000 было, надо спрашивать. Вот они! Нас вообще никто направили. Ну вот же! Ну вот это неплохое, да? Вот это заберем. Только оно бежевое. Ничего? Нормально. А то? Белое. Во! Оно метр шестьдесят на... Сорок, я тебе говорю, сорок, а то тоже метр шестьдесят на сорок пять. Ты говори, что мало тебе. Слушай, ну мне не нравится, что у него бежевая рамка. Оно нормально там будет смотреться? А почему и нет? У нас же стены нечисто белые. Не чисто, но будет рядом стать белая белоснежная вешалка и белоснежный комод. Будет грязновато, мне кажется, смотреться. Может, я, конечно, заморачиваюсь, но вот это зеркало пошире будет. Ну? На пять сантиметров? Оно шире и оно в белой рамке. Но у него и толщина больше. То есть оно получше, по идее, вот это. Это больше, да, четверочка. Ну, типа, если то это упадет, будет громко, высоко, а это будет громко, так более серьезно. А, то есть ты так выбираешь зеркала? Это не такое же самое стоит? Такое. Вот смотри, оно в профиль. А что оно такое тонкое? А это сделано, типа, как типа... В раме. В раме, да. Ну, вот это сбоку симпатичный. Да. Но я буду ставить его в угол, поэтому нам по барабану будет, как оно сбоку. Если ты будешь ставить в угол, то ты это можешь спокойно сделать. Я имею душу на контрасте с белым, не очень. А как это нормально будет? Чего ты? Я не уверена. У тебя вешалка будет цветная, беж, свет, да, все. У тебя же вешалка все равно не будет вся... Есть у тебя все вещи белые, это базарный. Всяк он это белый. А так мне как раз немножко оттянет. Я не знаю. Давайте подумать. В итоге мы будем брать вот это. и убедила Лешу брать по дороге. Вернулись домой, взяли зеркало, забрали вешалку нашу. Напоминаю, что вешалка икеевская. Я не думал, что ты ее быстро соберешь. Я думаю, я ее соберу даже быстрее, чем ты думаешь. А где же ее нижняя полка? А где нижняя полка? А, кажется, просто немножко не поняла ее конструкцию. Тяжелая? Ну, это хорошо. А, вот такая вот она будет, вот как на картинке. Она очень маленькая. Ты длину ее видела? Это которая самая большая у них. Она манюшка. А какая тебе нужна вешалка на полстены? Они же не бывают. Ну, бывают, но это вообще жесть. Она еще на колесиках. Она не будет. Передвижная. Да, вот такая она будет. Все правильно, да, да, нормальный вешалка. Вот это вся длина? Да. А какая нужна была вешалка? Какая? Какую ты вешалку себе представлял? Что я куплю сюда вот так на всю стену громадину? Таких даже нет. Это не отсюда. Нет, там должна быть полка внизу. Я понимаю. Вот эти они тоненькие. Вот эти тоненькие. Сюда есть конструкция. Еще мы очень долго спорили, какие купить тримпелечки. В итоге выбрали. Спорили, потому что я хотела белые, деревянные. Леша говорил, что они тяжелые. Плюс они намного дороже таких. И, короче, был выбор купить такие же, только в розовые, как будто бы замши. Немножко другие там были вот эти вот крючки. Или вот конкретно пластиковые, прозрачные. Я решила, что прозрачные будут нормальные, потому что они не будут бросаться в глаза. То есть я согласилась на всю эту затею с вешалкой для того, чтобы ее внедрить в интерьер. Она должна смотреться хорошо. Соответственно, такие мелочи, как вешалки, тоже играют роль. Взяли пока 15 штук. Посмотрим, хватит ли нам. Мы заезжали в люкс-оптику и купили мне линзы. Тоже давным-давно пора было. Какие-то взяли май. Ну, короче, они, по-моему, от самой люкс-оптики, насколько я поняла, похожи на... Боже, на Б называются линзы. Би-Аффинити, по-моему. Сказали, что они супер-классные. У них там супер-увлажнение. Вот, прям они чуть ли не такие же самые, как Би-Аффинити, только чуть дешевле. И дело в том, что сейчас линзы больше поштучно не продают. Я вот не знала. Я просто как-то еще не попала. Продаются только по три штучки. То есть, я, получается, взяла на три месяца. Но, если честно, я месячные линзы могу носить чуть дольше. Грешу таким. Поэтому мне надолго хватит. И там еще такая классная акция сейчас в люкс-оптике. Я почему и рассказываю это все. Бегите, покупайте, кому надо линзы. И вам там в подарок дают, получается, на одну упаковку линз. Жидкость тоже. Но я не пробовала. Вот, честно, я не знаю, какая она по качеству. Если что, там напишите в комментариях. Вот она отдельно стоит 180 гривен. А так они две коробки пошли бесплатно. Что очень приятно и экономно. Друзья, уже вечер. Я, наконец-то, готова вам показать, что у нас получилось. То есть, на самом деле, много пришлось вещей еще выбросить какое-то. Ну, не то, чтобы много, но были такие там старые вообще ненужные. Лохмоти, в общем. Все как-то пораскидывали. Костюмы убрали. Потому что, ну, шкафа нет. Соответственно, вешать такие длинные костюмы некуда. Но ничего, мы справились. Показываю. Сначала зеркало. Красивое зеркало. Большое, добротное. Под него я подстелила коврик, который нашла в пуфике. Откопала, знаете. Это снюшик, по-моему, приходил этот коврик. Очень классный. Я как раз-таки хотела, чтобы зеркало было на каком-то коврике. Поменяла все местами. Добавила сюда женское счастье. Вот она, вешалка, которую мы старательно оформляли в одном цвете. Пока не могу сказать, что там идеальные вещи висят. Ну, как-то надо будет немножко поиграться, поменять их местами. Да и рубашки, они из-за того, что лежали на диване, они не глажены немного. Поэтому как бы так. Но, в принципе, нам этих вешалок хватило. Я рада, что мы взяли прозрачно. Они вообще не бросаются в глаза. Пока там только лежит пледик для того, чтобы укрываться, если холодно. Ну, я считаю, что вешалка очень неплохо вписалась в комнату. То есть она ее не портит. Шефлеру переставили. Или шефлеру, как там правильно, в другой угол. Комоты тоже переместила сюда. И сюда добавила цветок. Мне, конечно, в этой комнате не хватает телека или проектора. В идеале вообще проектор. Вот. Ну, это вот такое, знаете, мечты-мечты. Это очень дорогая пока и неуместная покупка вообще. Но пока мне очень нравится. И я считаю, что в эту комнату осталось добавить только чуть больше деталей. Типа какой-нибудь старшер. Сюда я хотела малюсенький-малюсенький столик. Тоже, может быть, или с лампой какой-то, или с какой-то просто декорацией небольшой. Может, еще какой-то цветок. Ну, то есть... А на стену думала, может, какие-то фотографии прикольно налепить, чтобы было больше именно корейского стиля в комнате. Потому что прикольно смотрится. И все это на самом деле сделано с помощью Пинтереста. То есть Пинтерест — это главный вдохновитель. Я довольна. Все вот получилось красиво. Даже с этим комодом, который мы сами переделали. Посмотрите, как он идеально теперь вписался. То есть своими руками и минимальными затратами можно сделать красоту. Да, зеркало, конечно, не супер дешевое. Хотя, опять же, понятие дешевое и дорогое у всех разное. Но, тем не менее, мне оно очень нравится. Это было, наверное, лучшее зеркало из тех, которые продавались в эпицентре на данный момент. Вешалка. Что могу сказать по поводу вешалки? Леша ее очень быстро собрал. По качеству она так себе. Ну, потому что так себе. Давайте смотреть правде в глаза. Она пластиковая. Она такая вот, знаете, вся. Но, тем не менее, нормально смотрится в интерьере. И я смотрю, она вообще пользуется большой популярностью именно этой вешалки. Не стали брать какую-то супердорогущую деревянную вешалку красивущую. Потому что, ну, мало ли, там, знаете, туты-сюды все наладится под заработой. Мы купим шкаф. Но вот этот опыт с вешалкой — это интересный опыт. Я согласна, что это не на всю жизнь. Потому что, ну, вещей то много, то мало. То как бы хочется все попрятать. То есть такое, да, это что-то вот вроде бы как мимолетное. Но если ее правильно оформлять какими-то приглушенными или там спокойными цветами, то она не будет раздражать и будет даже прикольно дополнять комнату. Я считаю, что это интересное решение. Тут уж кому как. Я сейчас пойду доглажу там вещи кое-какие и тоже помещу их сюда, потому что постирались. Кстати, я в новом свитерочке. Я о нем еще вам не рассказала. Это джемпер из магазина та самая. Я, наверное, в Инстаграм потом отмечу или попозже. Ну, в общем, немножко не успеваю все показать, к сожалению. Потому что мы очень долго всем этим занимались. А мне еще, да, нужно погладить, приготовить гарнир, успеть смонтировать и выложить влог. Потому что вот это видео, которое утром вышло, там, про то, как мы с мамой ходили по новогодним магазинам, да, я его не успела загрузить, потому что не было Wi-Fi из-за отключения света. А через мобильный интернет очень много грузится. Поэтому иногда могут быть какие-то такие проблемы с этим. Надеюсь, что вам понравилось. По крайней мере, мне кажется, это очень уютно. Вот здесь, когда находишься в комнате, тебе прям уютно, классно. И такой получился реально инстаграмный какой-то уголок. Смотрите, теперь мы можем сниматься в зеркале. Могу сделать здесь тысячу фотографий. Кто-то говорил, Диана, не хватает, вот съемки в зеркале. Вот, пожалуйста, теперь она будет во всей красе. Что-то надел, посмотрел на себя и пошел такой классный. Обувь туда ставить я не хочу, потому что у нас есть специальный шкаф для обуви. Туда, возможно, чуть попозже купим какой-нибудь контейнер, не контейнер. Что-то типа вот этих вот из юзка коробок красивых, чтобы какие-то другие вещи там хранить. Все, всем пока. Спасибо за внимание. Обязательно себя берегите. Верим в лучшее, в нашу скорую победу, как обычно. Все будет хорошо. До встречи.